так николе я тоже вас подключаю я вставил bluetooth наушники с микрофоном может быть будет чуть-чуть получше так не лучше но у меня все равно вот только у меня есть вот этот звук я не знаю я просто я вставил наушники с микрофоном ну так я даже не знаю давайте попробуем да если если все слично для все я не знаю если проблемы только у меня и все остальные все нормально вот самое важное что давайте почитаем так а пишут что сергея слышно хорошо хотя я вас николе тоже хорошо слышу ну давайте посмотрим что получится да я на самом деле хотел бы в принципе представить вкратце наш сегодняшний эфир мы сегодня говорим про линейку наших креманов и бланкетов эмери а это игристые вина произведенные на юго-западе франции в лиму это небольшой город хотя можно его считать в принципе полноценным винодельческим регионам и у нас уже достаточно давно представлены вот такие замечательные игристые вина вы все прекрасно знаете эти этикетки а этот в принципе стиль хотя может быть кто-то с ними еще не успел познакомиться николе я думаю что можно задать такой первый вопрос смотрите мы в принципе говорим что креман креман производится сразу в восьми регионах франции если я не ошибаюсь вот а чем можно все таки сказать отличается креман креман произведен именно в лиму если я правильно понял вы хотите знать какой разница между креман де лиму и все остальные креман да 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 я могу сказать что все остальные креман да кроме бургонию потому что бургонию тоже они используют шардоне это креман который по вкусу и аромата ближе всего шампанское потому что террор почти то же самое и ну методы традициональный метод шампанский методы тоже самое и здесь тоже самое шардоне потом висит от законы у нас закон например в лиму 12 месяцев на осадке да как минимум шампанское если не ошибаюсь то восемнадцать месяцев до но в линейка как а у вас есть милизимная значит что вот этот креман он на осадке между 16 до вот это да между 16 и 18 месяцев на осадке значит что он тонкий как шампанское вот у него все аромат как шампанское да вот вот чтобы можем сказать все остальные регионы бордо это другой сорт виноград луар шене например да вот мы можем сказать что лиму это дешевый шампанское дешевый хорош шампанское ну если сравнить главный регион французский регион шампанское самое главное да ингрессе вино да вот поэтому вот что мы можем сказать был кстати вопрос от нашего зрителя ну и я писал перед началом эфира просил задавать вопросы и был как раз вопрос а можно ли на дегустации на слепой дегустации перепутать креман из лиму и шампанское да вот и почему потому что было как несколько дегустация вслепая дегустация да я тоже кстати вот такой если мы возьмем розовый креман и вот это ну как который мы говорили да вот те ну и я могу сказать любой профессиональный можешь ошибаться спокойно потому что это тоже софт виноград тоже сама метод первое одинаково но почти да вот поэтому да это возможность слепая дегустация уже это сложная вещь да но с ингрессе вино это еще ну это же хуже скажем тогда найти кто и вот этот если мы сравнить например креман ду лиму и креман де луара который это шенен сразу видно разница на огромный если креман де бордо и креман де лиму да сразу видно потому что тоже другой сорт винограда семейон и так далее шампанка нет но я думаю что бургундский тоже самое значит люди которые работают в бургундии да там есть тоже супертеруар но разница между бургундии и лиму я могу сказать что для нас главное это креман для бургундии главное это не крыма это шабли там эрсу это все остальные да это вот вот поэтому тоже если мы говорим тем качества вот лиму тоже хороший вариант а можно ли сказать что креман де лиму все-таки характеризуется каким-то ну вкусовым профилем то есть что у него есть какой-то вкус который его отличает но может быть это больше фрукты он больше мягкий больше может быть какой-то минеральный либо все очень разные тяжело какой-то сформировать я единый стиль но между креман и шампания да нет я имею ввиду что что именно в лиму какой-то вот есть отличительный а то он может быть профиль либо нет они очень разные например там от производителя от года в рамках конкретной лиму я думаю что может быть я вам расскажу историю креман из лиму да здорово и так далее да вот я думаю что это сумма будут как маленькие история да вот на каждой бутылке как видите написано 15 31 да вот каждый бутылка это дата это дата когда родился первый ингрейский вино в мир да здесь это уже не маркетинг это уже реальный знак я вам расскажу как получается да что лиму доказали вот регион доказали что ингрейский вино родился в лиму вот 45 лет назад но после второй войны мира да как много кооператива родился да почему люди из округа город уезжает в город то работа значит надо собирается виноград и они строят кооператив вот кооператив сердак она родится 1946 год да был президент кооператив у него типа было видение да и он сказал вот для будущей надо сделать не просто вино или не просто ингрейский вино надо сделать хорошие хорошие ингрейский вино значит что он сделал он был агроном первую очередь он сказал вот я должен найти террор какой террор здесь какой террор здесь вот и с велосипеда туда-сюда вот он создал 4 грамм террор в лиму да вот и внутри маленькими микротеррор вот ну во времени путешествия он видит что вот монастырь церковь все как сломают вот все старые вот иногда огромный бюджет что сделать типа ремонт ресторация да вот он спросил наше власть во франции ну нам надо бюджет потому что наши по наши сокровища вот это они умирают вот ну как всегда бюджет сказал это хорошая идея но мы не можем вам помогать да вот он сказал я сам сделал все значит он придумал он придумал каждый микротеррор вот будут продавать как оспис до бонна на аукцион и все деньги он будут использовать на ремонт монастырь и церковь значит первый раз что он сказал что мы в лиму мы далеко Париж у нас как никто не знает значит надо сделать великий праздник и он пригласил полбокуз вот наш великий шеф-повар самый лучший sommelier в мир и он строит вот это аукцион вечером будут вот типа гала вот ужин где люди дают чуть-чуть деньги на церковь и вот это и он собирается таки бюджет каждый год уже сорок пять лет вот каждый год он собирает бюджет и он сделает ремонт первый год он сделает ремонт церковь лиму ну потому что этот центр да и второй год это был господин труагру шеф-повар и они решили сделать ремонт монастырь монастырь сентилер что значит ремонт это не просто сделать новой стене и новое окно да вот на монастырь это просто копать где было опасно раньше например да открывать новые двери и посмотрим что там есть вот они нашли архивы они нашли таблицы потому что монастырь сентилер это бенедиктин значит это люди которые молчают все пишут я ставал так я молиться вот так и так далее да и это будет концепция в средний веке получаю что они тоже сделали вино вино это только на служба была раньше да вот и они сделали вино значит что они получили один день что они нашли вот вот это комната архивы архивы письмо таблицы да вот что мы продавали какой урожай были вот это тогда и они получили один письмо вот от князь дарка ну это кооператив сёрдар князь дарка да в фамилии дарка что ваше вино каждый год велики вот супер но на это год вино с пузырьками быв супер я хочу еще вот и в монастырь вот они как уже это думаем как они видят потому что что это такое вино мы не умеем мы взяли красное вино мы взяли белое вино и все и вино как он выглядел раньше это просто сок с фермонтация не было таких как гриб как сейчас или получается что вино было 6 градусов ну 4 между 4 и 6 градусов и много сахара они не понял почему есть у нас теперь вино с пузыриками да вот ну просто они посчитают что они забыли один один бошка наверху после заказа ну они давайте сделаем еще эксперимент сделаем винификацию и как раньше когда зима идет мы ложимся все бошки по гриб ну что остановить дрожжи и так далее будет тихий вино давай остаемся одна бошка наверху и посмотрим что будет значит что они сделают сок идет перми фермонтация бошка открыта ну это за счет солнца да семчамбра урожай вот хорошая погода значит сам по себе идет перми фермонтация они дрожжи чуть-чуть добавить ну неважно да потом похолодные погода да и они положили в погреб значит что дрожжи уснулись и вот вино стабильно скажем так стабильно но вот эта бошка который был наверху после зима начинает хорошая погода весна значит что бошка была закрыта дрожжи прознулись но есть еще много сахара и они начинают копать внутри вот и произошел вот этот процесс вторая фермонтация да вот это повышает пузырики вот сейчас они доказали вот это это чтоб первый первый ингрестор вино мира потому что была напротив шампанское да потому что шампанское до них это был дом перенен но дом перенен еще не родился вот это бы сто лет до дам перенен да вот но и сейчас вот поэтому мы знаем может быть я слышал что в испании тоже есть люди которые хотят сказали что они перри ну надо доказать сейчас это лиму который доказал, что это реальная история, реальные архивы, реальные бумаги и так далее. Поэтому я считаю, что это важно знать историю, что где родишься, сейчас первые игристы в войну. Николя, есть вот очень актуальный вопрос по этому поводу от нашего зрителя. В принципе, получается, что можно сказать, что скоро первому игристу будет уже почти 500 лет. То есть буквально через 9 лет. Да. Вот и такой вопрос. Как отличается современный креман все-таки от того, что делали вот там в 16 веке? То есть отличаются ли они в принципе по вкусу, по содержанию? Как изменилось игристое за это время? Я не слышал вопрос. Отличается ли современное игристое в Льму от того, которое было 400-500 лет назад? Да, смотрите. Да, первое. Со временем креман это невозможно сравнить, что было раньше. Первое. Потому что раньше это был только мозак. Значит, что если сравнить, что было раньше, это был бланкет. Ну, по факту, да, это был бланкет. Это другой сорт виноград. Но смотрите, сейчас есть продукт, который мы сделаем в кооперативе, это метода ансестра. Это имена. Ну, мы пытаемся сделать то же самое, как было раньше. Значит, что это продукт, который второй фермер. Надо объяснить разницу между как традициональный метод и метод, который был раньше. Что мы сделаем для креман и для бланкет? Ну, все традициональные методы то же самое. Мы делаем тихий вино, добавка потом дрожжи, ну, токтонные дрожжи и ликер, ну, как сахар-ликер. Пойдет второй ферментации, лежим на осадке, ну, как 12-16 месяцев, да, и получаем ингридное вино. Ансестральная метода это совсем все по-другому. идет первая ферментация, мы сам остановим вот эту ферментацию, да, значит, что внутри есть 4 градусов алкоголя и много сахара, ну, я не помню, сколько, 70 грамм или вот. Мы закроем бутылку и она сам идет второй ферментации, без никакой, ну, это мы можем сказать, что это как пятия натюрер, да, вот пятна, но по закону, да, вот, есть 3 региона во Франции, которые мы уже ждем, такие ансестральные методы, это юго-запад, это Гаяк, город Гаяк, город Лиму и город Ди, вот. И получается, да, это огромная разница, это сладкий вино, очень сладкий, профиль совсем другой, это, потому что, как мозак, он дает такой фруктовый нот, как груши, вот это, да, вот, манго, вот такие, вино, ну, это возможно, пробовать, в Лиму есть такие, да, вот, в России еще нет, вот такие продукты, но он есть, значит, мы можем сказать, что он ближе, чем было раньше, но, он более чистый, раньше, ну, все было руками, не было никакой фильтра, ну, понимаете, да, это совсем другое, все равно, если, как, мы питаем себя то же самое, но сейчас есть гигиена, есть все, что следит за продуктом, что, ну, по факту, он совсем другой, я думаю, я никогда не проплывал, 500 лет назад, ну, я не такой старый, все равно, если у меня в Бельгарус, но я не такой старый, что знает, как он выглядит, и вы знаете, как сладкий вино, ну, как сухой вино, только родился, только 50-60 лет назад, это недавно, значит, что, ну, если мы возьмем, начало предыдущего века, да, 1090, первые военные, например, да, вот, все пили сладкий вино, это был сладкий вино, вот, мы не умели сделать такие, сухой вино, вот такие, как сейчас. А тогда такой вопрос про бланкет. Слышно, да? Вопрос про бланкет. Проба? Про бланкет, бланкет. А, про бланкет, да, про бланкет, да. Зачем было вводить это наименование? Почему нельзя было просто сделать креман из Мазака? Во всех регионах делают креман из местных сортов, а в Лему сделали и креман, и бланкет. Почему, если я правильно понял, почему все остальные сделают креман, и у Лему есть два варианта, да, бланкет и креман? Да, да, да. Смотрите, вот, есть уникальная оценка каждой регион. Значит, что, это как, это тоже самый вопрос, как сказал, почему креман из Бургонии не сделают мерсо, например, да, это тоже самое. Как я говорил, Лему, Лему, это ингридский вино. Значит, у него есть несколько, несколько оценок. Для всех остальных регионов, все равно, если это вкусно, вот, креман-де-луар у меня есть здесь, вот, это не самое важное для них. Самое важное, это другие типы вино. Вот поэтому для них, они сделали один креман, ну, в Бурду, например, розовый креман и белый креман, да, но Лему, есть такое возможность, что у нас уже один сорт виноград, мозак, который только в Лему, Лему до гаяк, скажем так, да, и они решили, что, вот, это ИНАО решают такие вопросы, это не самый регион, значит, они покажут вино, ИНАО, и, вот это, они делают регистрацию, через 5 лет они получили АОКС и так далее, и так далее, да, вот, я думаю, потому, что было возможно сделать, значит, что все остальные регионы, как Бургония, для них не надо, вот, сделать, ли ему было много мозак, я думаю, это просто экономический вопрос здесь, даже было много мозак, как, что мы сделаем с такой виноград, мы умеем сделать, ингридисты, хорошее вино, тихое вино, не супер с мозак, если честно, вот, тихое вино, 100% мозак, мозак, он такой фруктовый, он слишком слабый получается, если мы сделаем без пузырики, да, вот, шардоне, без пузырики, как вы знаете, это тоже супер вино, да, это возможность получить великую вино, мозак, это сорт винограда, вот такие, ну, клерет дёди, есть несколько сорт такие, да, которые более, более, как, простые, мы можем сказать, которые дают сразу хороший эффект, сразу хороший фруктовый, но он не готов сделать тихую вино, или великую вино, вот, поэтому, это просто, я думаю, что здесь никакой секреты нет, это надо продавать, и они сделают всё, что сделают хорошее, всё. Я предлагаю попробовать, продегустировать, начать с чего лучше, с кремана, либо с бланкета? Смотрите, я вот, здесь есть два варианта, есть бланкет, креман, розе, вот первый вариант, и второй вариант, это розе, бланкет, креман, вот, я считаю, что лучше бланкет сначала, потому что, самый, легкий, самый свежий, бутылка, вот этот, давайте, нужно попробовать, сейчас будет хороший праздничный звук. Николя, кстати, а пока открываем, есть тоже вопрос, ну, такой забавный, смешной вопрос, от зрителя, смотрите, если бы на Землю прилетели инопланетяне, и сказали, хотим попробовать креман из Лиму, ну, игристый из Лиму, вы бы какой посоветовали, может быть, не из этих трех. Инопланетяне, да, вы сказали? Ну, вот это, если он должен проповывать одно из Лиму, да? Да. Да. Вот что-то, что лучшее в Лиму, может быть. Ну, смотрите, я лично, что я пью, я, например, да, это мелизимный, а, поручаю, что, недорого, вот, вот это, я пью вот это, 16. Креман. Да, креман, мелизимный 16, но сейчас у нас все 16. Получается, я до сих пор не понимаю, как это возможно, такие цены на мелизимный креман, а потому что он тоже самый диапазон цен, как все остальные. Вот. Ну, я не знаю, на операцию пью я, ну, если жара, или, я более бланкеты пью. Вот. Давай. Я думаю, что, можно ли вот так вот сходу сказать, чем все-таки бланкет отличается от кремана именно в этой линейке? То есть, вот, к примеру, можно такую ситуацию представить, что приходит человек, говорит, я хочу попробовать вот что-то одно, либо креман, либо бланкет. А что будет в одной бутылке, что будет в другой? Чем они вот отличаются в базовом каком-то виде? А, вот, между крема и бланкет, да? Далее. Мы можем сказать, между кремой и бланкет, ну, разница, она огромная, потому что бланкет, это более, он, скажем так, более для аперитив, я считаю, да, значит, что он более легкий, более свежий, за счет музак, потому что метод то же самое, насадка то же самое, ну, 12-14, да, вот здесь это более, более веселее, я думаю. Креман, он более серьезное вино, уже этого, как мы говорим, таближе к шампану, с ингридом вино, трудно сказать, что тоже более серьезное, потому что на одной стороне серьезное вино, на другой стороне это возможно пить просто так, ну, ингридское вино, это так, получается, что это возможно пить с едой, без еды, ну, просто так, ну, фанты. Я бы оно для наших зрителей сказал, ну, на мой вкус, вот как я вижу вот этот бланкет, мне кажется, присутствуют, во-первых, оттенки таких спелых, белых и желтых фруктов, орехов, вот мне кажется, орехи тоже уловимы, то ли миндаль, то ли фундук, что-то такое тоже вот есть, и он действительно очень мягкий, то есть он такой, как будто кремовый, что ли, ощущение, то ли такое мороженое, то ли может быть какой-то десерт, то есть он, в принципе, такой очень-очень нежный, вот это, наверное, нежность, это такое главное, наверное, слово для бланкета Эймери. Да, ну, да, это, смотрите, как тонкие пузырики, ну, все отлично здесь. Я нашим зрителям что скажу, много вопросов, конечно, к сожалению, не могу все задать, потому что некоторые очень простые, в принципе, ну, наверное, не требуют того, чтобы их проговаривать отдельно, но вот есть такой вопрос, более-менее интересный, почему креман дешевле, чем шампанское? Почему креман дешевле, чем шампанское, да? Да. Скажем так, первый ответ, это один гектар шардоне в Лиму, да, один гектар, ну, просто виноград, да, стоит 30 тысячи евро за гектар, да, один гектар в шампане, он стоит полтора миллиона, первое, второе, если мы возьмем бренд, шампанский бренд, и вот этот, никакой разницы, ну, как продукт, никакой разницы, что вы платите другие вещи, значит, как шафер мес, она действительно стоит 500 евро или нет, нет, но вы покупаете бренд тоже, ну, это так, потому что, и все остальные регионы тоже самое, смотрите, когда я начинал с Лиму, то же самое было, потому что сейчас, я могу сказать, он дороже, чем 20 лет назад, два раза дороже, потому что люди привыкли, ну, зачем покупать шампанское, ну, есть люди, которые могут каждую неделю себе купить бутырку шампанска, но есть люди, которые не могут, но которые хотят пить, то же самое, да, вот, и креман, вот, и люди, которые начинают понимать, что креман это то же самое производство, то же самое сорт, ну, диапазон вкус почти то же самое, да, вот, все, здесь, когда мы покупаем шампанское, да, покупаем тоже имидж, а это, любой продукт есть имидж внутри шампанское, это так, вот, я для наших зрителей хочу сказать, что выше немножко в ленте, также в нашем диалоге с Николя есть QR-код, который позволит получить скидку 30% на все игристые вина от Эмери, и бутылочка будет стоить меньше 1200 рублей, а Николя, кстати, сказал, что очень-очень низкие цены у нас в отдохни на креманные бланкеты, в принципе, я подтверждаю, что, сколько во Франции стоит Эмери, вот, бутылка такая, бланкет, креман, бланкет, креман, ну, смотрите, я думаю, что сейчас, я думаю, что это в России дешевле, чем вопрос, за счет конца, 60 рублей, но, приблизительно, я, смотрите, я покупаю вот отдохни, когда есть, иногда есть 2 плюс 1, вот, иногда, вот, получаю, что цена, как в Лиму, как в Винотеке, в Лиму, но, как у Кооператива, то же самое цена. Вот, да, а по акции 2 плюс 1 скидка получается 33%, но это надо брать 3 бутылки, а здесь по коду можно взять одну бутылку, попробовать, это будет скидка 30%. Да, ну, я, если честно, когда вам нравятся такие продукты или и другие, да, когда есть такие возможно, 30%, лучше покупать по коробке сразу, это продукты, которые будут лежать у себя дома спокойно, ну, надо как минимум шкаф или хороший холодильник, или винный шкаф, если вы как любитель вину, вот, ну, по коробке, вот, я думаю, что это нормально, это будут 6 тысячи рублей, но это, это стоимость 1 бутылка шампанска сегодня, ну, или почти, да, вот, вот, я тоже пью шампан, но это уже, это на праздник, потому что это бюджет, понимаете, это реальный бюджет, потому что, когда вы пьете с друзьями, вы не пьете ни одна бутерка, ну, обычно это так, да, несколько друзей вы пьете, несколько бутерки, да, вот, поэтому здесь, скажем так, для праздник, это хороший вариант, скажем так, хороший вариант. А тогда, такой, на самом деле, вопрос, раз уж зашел, про хранение, а все-таки, сколько можно хранить, вот, бутылку кремана или бланкета, если, например, я уберу года на 3, на 4, что с ним будет? Сколько можно хранить, да, 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 смотрите, здесь уже, уже 6 лет, вот это, мы будем покупать, и он уже, ну, я знаю, что он великий продукт, но смотрите, я думаю, что бланкеты до 5 лет, это не продукты, которые создали, что сохранит много, но мы продаем все на один год, все наши бланкеты продаем на один год, креман, если милизимно, милизимно, обычно мы на осадку больше, у нас креман-брюд обычно, ну, это 12-14 месяцев, да, ну, что сохранит уровни качества и вкусовый диапазон, но с детства, когда это милизимно, он до 18 месяцев, ну, как, и он урок, ну, он сделает все, что возможно, его сохранить, ну, на 10 лет спокойно, вот, розовое вино, я могу сказать, что мы не знаем, мы все продаем тоже, у нас маленькие производства, ну, как по проценту, 30% нашего производства, это розовые, и мы все продаем, ну, например, предыдущий милизим, да, вот, это было, мы 20-е, 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 да, мы все продавали уже в марте, все, больше нет, теперь надо ждать другого милизима, и так далее, вот, поэтому, я не могу сказать, но, тоже, это, я не вижу смысла, если честно, сократить, есть несколько великих шампаней, да, вот, который создал имена, что сохранит, и так далее, да, вот, это, здесь, сократить такие продукты, я не вижу смысла, сократить хорошие артонии из Бургонии, да, потому что, смотрите, что, что понимать, почему я говорю вот так, если вы покупаете, вот, один Креман сейчас, да, через год, через два года, это будет то же самое, ну, стабильно, да, и если вы покупаете, это ближе к бренду уже, да, ближе к бренду, он урок, свою работу, он урок, что каждый год, человек, который любит свой Креман, свой банкет, или другие продукты, он должен стабильно, как, проповывать, и университет свой вкус, и так далее, да, с вином, с тихой вином, это совсем все по-другому, когда вы покупаете Мерсо, например, да, если вы ждете 5 лет, 6 лет, 8 лет, вот, прогресс будет вот так, цена тоже будет вот так, цена тоже, значит, что, да, сохранить надо тихий вино, ну, как, лучше, да, и вот это надо просто пить, вот, ингредиция в вино, вот, никакой будут, невероятная разница, через 5 лет, да. Давайте тогда попробуем Креман, и вот сравним, в принципе, я попробую сделать какие-то выводы на сравнение, мне кажется, это максимально интересно. Максимально интересно. У меня, кстати, Николя, у меня 17-й год. 17-й год. А, у меня 16-й год. Кстати, был вопрос такой от зрителя, сильно ли отличаются вот Креманы год от года, например, в частности, у Свердарга. Ну, смотрите, жаль, что мы далеко, потому что это было интересно, пробовать 16-й и 17-й год. Ну, разница между Бланкетом и Креманом будет огромная здесь. Должен быть огромный. Это совсем другой продукт. Я, если я не ошибаюсь, здесь основные сорта – это Шардоне и Шененблан. Ну, 70% – это Шардоне. Да. Очень сильно отличается, очень. Да, это совсем, да, это уже… Ну, на самом деле, конечно, мне кажется, Креман больше похож на шампанское, намного больше. Да, 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 здесь мы вот… и здесь больше оттенков таких вот, за которые мы любим классику, то есть это какие-то хлебно-дрожжевые такие нотки, они более явно здесь присутствуют. Да, здесь, да, мы, как я сказал, да, мы ближе к шампанске здесь. Скажем так, это… для людей, которые любят шампанское, лучше сразу взять Креман из Лиму или из Бургонии, потому что это Шардоне, получается, что они получают, что они любят, да. если они хотят эксперимент, вот, лучше Бланкет или Креман-де-Луар, например, потому что это Шенен, это другой сервис виноград, и вот эксперимент, вот, или Креман-де-Бурдо, это миллион, вот, например. А меня вы знаете, что заинтересовало? В России мы очень мало знаем Бланкет. То есть Бланкет в России, ну, практически неизвестен. А в самом Лиму Бланкет популярен, либо тоже Креман намного более известен? Более известен. Смотрите, если мы говорим, первое, я могу сказать Бланкет. Вот это имя, Бланкет. Музак, это сорт виноград, от листов есть волосы, маленькие волосы, да, и они беленькие, значит, что когда есть ветер, то есть Белевайна, вот, и это старый оксиканский французский язык, из юга, из Лангодок, Окситам, да, Бланко, Бланкет, вот, это значит Белевайна, вот, вот поэтому имя Бланкет. И Лиму, как я вижу, да, каждый ресторан, каждый ест Бланкет, это первая очередь, потому что это, скажем так, это знак региона, все рестораны, все супермаркеты, везде есть Бланкет, Креман. как есть сравнить с шампанием, да, может быть, он меньше инвестный, чем Бланкет. В регион Лиму, а все остальные Франции, это все наоборот, значит, что все остальные Франции, они пьют больше Креман, из Лиму, и меньше Бланкет, вот. потому что это то же самое, обратно, все люди, шампани, да, есть такой тип вкус, и который ближе, это Креман. Все. И потом, есть люди, которые не хотят рисковать, открывать бутылки, ну, это так, получается, да, много традиционалистов, ну, они пьют вот это, это вкусно, зачем искать другие варианты, да. А есть вот такой вопрос, на этот вопрос лично для вас, а какое самое старое, ну, видимо, какой самый старый Креман вы пробовали? То есть, вот возрастной, может быть, какой-нибудь там 90-х годов. Какой самый старый, что? Самый старый Креман вы пробовали? самый старый Креман вы пробовали. А, старый Креман, да, он. Я пробовал, я думаю, что 16, я пробовал, ну, я думаю, что 2 месяца назад, 12 год, а у нас тоже экстрабрит, ну, это очень маленький производство, да, у нас экстрабрит, 48 месяцев на осадке, он был, да, он был 12, я его пробовал 2 месяца, но вот, я думаю, что самый старый Креман 10 лет получается, а еще другие, это мне не понравилось, это не мой тип продукта, да, из вот этого, как старый, как все уже старые ингридские вины, есть вот это, как капуста, вот это, да, можно сказать, это не для меня, плюс 48 месяцев на осадке, знаешь, когда больше он лежит, он потеряет все вот это свежие, фруктовые ноты, да, вот поэтому бланкет обычно ближе 12 месяцев, Креман больше, больше 15, чтобы получать вот это ноты, маслянистый, хлебный, тост, да, вот это после 14-15 месяцев, но на другой стороне мы потеряем вот это фрукты, груши, вот которые, которые будут здесь, например, вот это очень фруктовые, так как конфеты, да, но надо надо знать свой вкус, в первую очередь, чтобы выбрать продукты, да, если вам больше нравятся фруктовые продукты, да, такие легкие фруктовые, это бланкеты, если вам больше нравится миндальные ноты, вот, скажем так, тост и так далее, это Креман, вот это два разных, ну что, я предлагаю попробовать розовый Креман, розовый Креман, насколько я знаю, Николя, вы очень любите именно вот этот розовый Креман из линейки Эмери, что-что, я не слышал, а я знаю, что вы сами очень любите именно розовый Креман, да, да, это, да, я мне очень много, это, это очень вкусно, посмотрите, плюс, я могу сказать, за счет тоже, типа и дегустация, это интересно, вот именно розовый, потому что на все конкурсы, он один из первых, каждый раз, когда он, например, завинование с шампанской, дёрц, и амурный дёрц, вот такой уровень он. Очень красивый цвет, такой нежный, нежный-нежный, немножко лососевый, даже слегка оранжевый. Но больше такой серо-лососевый. Да, серый лососевый, кто-то понимает, когда... И в аромате, конечно, больше ягод уже, здесь ягоды такие, прям на первом плане. Видите, да. А что здесь по сортам? Почему появляется розовый цвет, за счет, за счет пенуар? Ну, у вас розовый, у вас шардоне, пену, и шенен. Пену для цвет, и шардоне, ну, обычно, это шардоне 60%, да, вот, и шенен, ну, 20-25%, и все остальные, пену. он не такой розовый, как это вот лососы, вот такие, да, тонкие. На самом деле, он тоже очень нежный, мне кажется, он намного более нежный, чем белый, потому что белый, все-таки, такой в шампань, а вот этот, такой прям, ну, какой-то романтичный даже, что ли, очень нежный, такой вот, какой-то, не знаю, ассоциируется с каким-то летним вечером. Вечером. Я могу сказать, что вот это, бутерки улетают, но это реально, когда вы поставите такие бутерки на столе, ну, она улетает через 5 минут, но это, он такой, мягкий такой, ну, это супер. А какую гастрономию, вот с чем бы вы посоветовали, в принципе, пить креман, например, белый, розовый, что вы сами любите? Вы сами. Смотрите, я вот, первый, я пью ингридский вино для аперитив, ну, до обед, скажем так, или до ужина, да, вот это в первую очередь, да, потом я, если мы говорим от вот этого, мелизимного крема, больше морепродуктов, острицы, например, грибы, грибы, как, вы знаете, вот курица, соус, грибной соус, вот такие, да, он идет, вот этот, он идет спокойно. Бланкеты, она более легкие, значит, она ближе с салат, кроветки, вот такие вещи, да, вот бланкеты. И розовые вообще я никогда не пью с чем, значит, пью просто так розовое вино, у него есть уже сам по себе много вот этого вкус, фруктовый, малина есть, вот этот клубник, ну, вот есть много такие красные фрукты, вот поэтому трудно суетать вот это розовое, грибы с чем пью, вот просто так. Есть забавный вопрос, а напоследок, я думаю, что можно задать, сколько бокалов во Франции можно выпить, чтобы сесть за руль? Сколько бокалов в Креману? Бокалов в Креману? Я не помню. Если я не ошибаюсь, это три. Три бокала. Ничего себе. Ничего себе. Это много. Это возможно. Это полбутылки. Да. Ну, раньше будет больше. Раньше это были, 20 лет назад, например, сейчас это 0,5, если я помню закон. Раньше это было возможно пить бутылку. Обалдеть. Если по статистике, никакой разницы. Вообще, что люди, которые умирают, алкоголизм, дорога, которые были раньше, сейчас, это то же самое. Значит, пропорций нет, что не помогает, что такие законы. Николя, огромное спасибо за встречу. Было очень интересно. Я для себя узнал, на самом деле, даже много нового. Мы обещали выбрать лучший вопрос. Мне, на самом деле, очень понравился вопрос про то, чем отличается современное игристое в Лиму от того, что было 400-500 лет назад. Не помню точно, кто задал. Найду обязательно в Ленте. Мы вам подарим 10 тысяч кегли. Спасибо вам огромное за вопрос. А, Николя, только огромное спасибо. Очень я рад, что вы с нами пообщались и то, что вы помогаете нам привозить в Россию такие замечательные игристое вина. Ну, спасибо вам. Я был рад. Мы теперь три бутылка открытая. Веселый вечер. Я надеюсь, что вам будет вкусно. Ну, тогда до новых встреч. Николя, спасибо. И всем огромное спасибо зрителям. А QR-код на скидку на 30% на все игристое вина Эмири вы найдете прямо же здесь в Ленте. И мы, конечно, ждем вас в отдохне всегда. Всем пока. Спасибо. До свидания.